Повестка 21 заседания законодательного собрания была масштабной. 37 вопросов рассмотрели парламентарии за несколько часов. Главным итогом стал принятый законопроект, касающийся внесения изменений в областной бюджет на 2020 год. Благодаря дополнительным финансовым средствам общий объем доходов 2020 года составит 67 миллиардов рублей, расходы сложатся в сумме 67,9 миллиардов рублей. В связи с тем, что была проведена в свое время большая работа с федеральным центром, и мы получили дополнительные федеральные средства, поэтому и доходная, и расходная часть увеличивается на 6,6 миллиардов рублей. Дополнительно предусмотрены средства на финансовое обеспечение муниципальных школ и детских садов – более 1 миллиарда рублей. Предоставление региональным льготным категориям граждан лекарств – более 280 миллионов рублей. Обеспечение жильем детей-сирот – 30 миллионов рублей. Проведение ремонтных работ учреждений здравоохранения – почти 120 миллионов рублей. Мы подписали с правительством меморанды между партией «Единая Россия», где расписано каждая копейка. Даже этот документ вчера назвала государственной программой партии «Единая Россия». Каждый объект, каждая водонапорная башня, каждый водопровод, каждый газопровод, то есть все на благо наших жителей. Плюс это здравоохранение, плюс это образование, то есть фактически все на инфраструктуру и на социальную сферу. Куда распределить дополнительные деньги, депутаты решали сообща, поэтому слово имел каждый. Лидер фракции КПРФ Айрат Гебаддинов в своем выступлении раскритиковал работу правительства, ссылаясь на некомпетентность отдельных чиновников и финансирование показушных мероприятий. Однако первый заместитель, председатель Законодательного собрания Василий Гвоздев, ответил на резкое высказывание депутата имеющимися цифрами в бюджете. Только 700 миллионов рублей дополнительно передан региону из федерального правительства за достижение социально-экономических показателей. Это еще раз подтверждает, что губернатор и правительство работают эффективно. Многие из нас были и в Москве, вместе работали с правительствами, работали с Сергеем Николаевичем Рябухиным и так далее. Уверяю вас, и вы все прекрасно понимаете, что абсолютное большинство федеральных средств нам бы в виде дотации или субвенции просто бы не пришли в регион. Парламентарии также поддержали документ, запрещающий платные парковки на территории области. Законопроект запрещает организацию стоянок вблизи школ, детских садов, учреждений культуры, спортивных объектов, соцзащиты и поликлиник. Также нельзя организовывать платные стоянки на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Профильный комитет будет рекомендовать законодательному собранию принять в двух чтениях законопроект о некоторых требованиях к платным парковкам на территории Ульянской области. В соответствии с федеральным законодательством регионам дано право вводить запрет на платные парковки, и Ульянская область решила воспользоваться таким правом. Остро обсуждались два законопроекта, касающихся выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. По первому документу предлагалось уменьшить максимальное число кандидатов в территориальной группе списка и увеличить размеры финансирования и расходования средств избирательных фондов. Второй законопроект уточнял виды избирательных систем, применяемых при выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Действительно поступило два проекта, два изменения. Первый вопрос касается, и он поступил от депутатов городской думы Ново-Ульяновска, которые внесли предложение исключить пункт слова, исключить смешанную форму. Но это не значит, что мы смешанную форму исключаем, а даем право самим депутатам муниципальных образований определиться по форме управления. Мы предлагаем, чтобы сам муниципалитет принимал решение, какая будет система, одномандатная или смешанная. Почему? Потому что, если посмотреть практику даже наших соседних регионов, то Нижнегородская, Пензенская, Самарская, там абсолютно также принят закон, что муниципалитет сами определяет, в какой системе выбираются депутаты муниципалитета. После длительных обсуждений парламентарии приняли оба законопроекта. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Управды ТВ.